Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Поговорим сегодня об одном очень интересном моменте. На прошлой неделе просто активно начали дискутировать в России, например, того, что они выйтили нам из Болонской системы образования. Что это такая система? Причем здесь вообще город Болоня. Когда ее ввели, для чего вводили в нашей стране, что это дало или не дало. Об этом мы сегодня поговорим с гостями нашей студии. Хочу их представить. Это Елена Николаевна Васильева, проректор нашего Тверского госуниверситета по общим вопросам. Добрый день, Елена Николаевна. Добрый день. И Давид Ильич Муглашвили, директор Института экономики и управления нашего Тверского госуниверситета. Добрый день, Давид Ильич. Добрый день, Роман. Господа, точнее господин и дама. Вот так правильно. Скажите, давайте вообще напомним, а что это такая система, Болонская система? И когда она появилась на Западе, естественно, поскольку Болоня у нас находится на Западе. Елена Николаевна, даме. Спасибо большое. Кстати, я здесь буду выступать еще в одном качестве. Я руковожу образовательной программой международных отношений, которая многие годы занималась, в том числе изучением вопросов, связанных с Болонской системой. Болонская система — это некий такой процесс, я бы так сказала. Документы были подписаны в последний год прошлого века, в 1999 году, в городе Болонье, именно поэтому, в Италии. То есть не так давно это? Да, абсолютно не так давно. Четыре представители четырех государств подписали, вот приняли такое решение о подписании такого документа. Это, прежде всего, были Германия, Франция, Италия и Великобритания. Каковы задачи, в общем-то, перед собой ставили организаторы всех этих мероприятий? В общем-то, задачи были очень позитивные и нацеленные, прежде всего, на повышение качества образования в европейских вузах. Во-вторых, возможность интегрироваться из, так скажем, одной образовательной системы в одном вузе в другой. Именно поэтому Болонская система предполагала академическую мобильность как студентов, так и преподавателей. Предполагалось, что это возможность выработать некие такие единые оценочные требования, которые бы позвонили, кредиты, как их называют в Европе, да, и ЗЭТами мы называем Российской Федерацией, что позволило бы, ну, перезачитывать, так скажем, определенные дисциплины в одном вузе, когда студент переходит в другой вуз. Российская Федерация к этой программе подключилась в 2003 году, именно в этом году было подписано вот это самое Болонское соглашение. И к этому времени в 2003 году уже 29 государств подписали соглашение и заявили о намерениях развивать вот эту общую, прежде всего, мобильность студентов, что, ну, безусловно, является таким положительным моментом, что студенты могут осваивать программы в разных вузах и, собственно, получать один документ об образовании одного образца. Ну, опять же, идеи были хорошие в Европе, в этом вопросе продвинулись дальше. Сказали, извините, у вас перебью 29 европейских только стран, то есть ни США, ни Канада, ну, к примеру, там, условно говоря, там... Скажу их и до сих пор там рядом... Ну, просто для понимания, то есть... Но нужно сказать, что на еще, там, через какое-то время, да, вот в 2019 году уже 49 государств. Понятно, это не только страны Евросоюза, да, ну, Российская Федерация никогда не являлась страной Евросоюза, но, тем не менее, подписалось соглашение. Целый ряд стран СНГ как бы присоединились к этой системе. И, собственно, те посылы, которые изначально были заявлены, они, безусловно, были нацелены на повышение качества образования и на возможности признания, в том числе, например, нашего документа об образовании в европейских странах. Но это было задекларировано. По факту мы понимаем, что ни в 2003 году, ни сегодня российские дипломы, большинство российских вузов, в общем-то, без определенных дополнительных процедур в европейском сообществе не признаются. А их мы признаем? Приезжает к нам доктор философия. Есть целый ряд международных договоров и соглашений, как двусторонних, так и многосторонних, которые в том числе и регламентируют вот эти вопросы. И с достаточно большим количеством, в том числе и европейских государств, у Российской Федерации были заключены такие международные соглашения. И подчеркну, они даже не столько в рамках вот этого Болонского соглашения только действовали, они, эти международные соглашения, двусторонние, многосторонние, были многоаспектные, в том числе затрагивали систему образования. Причем, если говорить о вузовском образовании, образовании СПО, в этой части вот эта интеграция, она больше продвинулась, чем вот как раз о чем вы говорите по признанию научных степеней. Но в этом направлении, в общем-то, работа велась, и многие шаги, которые были сделаны, ну так скажем, под лозунгом вступления в Болонскую систему, они стимулировали в том числе и российское образование, в общем-то, развиваться. Но, с другой стороны, как это часто бывает, те идеи, которые декларированы в этом Болонском соглашении, как еще раз подчеркну, там очень много таких позитивных идей, упав на российскую почву, они несколько трансформировались. И мы понимаем, что мы полностью, несмотря на то, что это Болонское соглашение подписано, мы никогда полностью в этот процесс не были погружены. Если говорить об уровнях образования, которые мы переняли от Болонской системы, бакалавриата, магистратура, то мы понимаем, что в российском образовании как был, так оставался специалитет. Это как бы вот не в рамках этой самой Болонской... Скажите, а почему, когда я вот в университете учился, я что-то к услугу даже не слышал специалитет? Дело в том, что у нас кроме как специалистов... По определению это был специалитет, поэтому не обращали на это внимание и не говорили. То есть, а он был? Конечно, в советском законодательстве был прописан. И когда мы даже такого слова не употребляли, вот сейчас... Сейчас есть еще и другое слово, которое применимо к советской системе образования, дипломированный специалист. То есть, специалист, у которого диплом... Вот это сочетание я помню. Документ государственного образца, да? Ну и вот возвращаясь, что еще как бы у нас не получилось, да? Наверное, это хорошо, потому что действительно российская система образования, она своими корнями уходит в такую хорошую, классическую советскую, советскую систему образования, очень такую добротную. Вот я уже сказала, одна из задач было, да, чтобы вот общую какую-то систему зачетных единиц выработать и при мобильности студентов ее использовать. Мы прекрасно понимаем, что вот подписав такое соглашение, действительно, наши российские студенты, в том числе студенты Тверского государственного университета, получили такую возможность на семестр, на год уезжать и получать образование в... Не только в Европейском вузе, чуть раньше это были и американские вузы, и вузы, так скажем, Великобритании, которая, как мы знаем, вышла из Евросоюза, да? Но при этом мы понимаем, что вот наши студенты уехали, отучились там семестр, а мы им говорим, вот ты должен здесь очень хорошо учиться, потому что, когда ты вернешься с теми зачетными единицами, которые ты там получил, тебе все равно придется сдавать нашу сессию. Лена Николаевна, я вас прерву, нам все равно надо было посетить рекламу, не переключаясь, мы сегодня говорим о баллонской системе. Мы снова в эфире, программа «Тема дня», мы сегодня говорим о баллонской системе, вот раздаются все больше голоса в наших органах власти, что надо нам взять и отменить. Как-то в понедельник, в той песне, которую пил Миронов. Елена Николаевна, продолжаем. То есть, получается, и мы что-то не признаем тому, чему учат они у себя? Дело в том, что любая система образования, вот наша система, это такая, в общем-то, история академическая, с одной стороны, да, и изменения в систему образования, это, пожалуй, те изменения, которые всегда проходят очень сложно и не быстро. Даже вот о чем мы с вами говорили, да, в 2003 году Российская Федерация подписала это баллонское соглашение, но если немножко назад отмотаем, мы понимаем, что не так много вузов Российской Федерации сразу в 2003 году приняли вот эти нововведения, и только вот массовый переход на двухуровневую систему образования начался как раз, вот я работала в приемной комиссии, это были приняты вот новые стандарты, и в 2011 году здесь уже безапелляционно мы переходим вот на эту двухуровневую систему, а с 2003 по 2011 здесь еще была вариативность выбора, так скажем, по какому пути развиваться в вузу. Поэтому и вот сегодняшняя ситуация, когда мы говорим о том, что мы намерены выйти в Российской Федерации с баллонского процесса, как раз вот 6-го, если я не ошибаюсь, июня будет заседание комитета по вопросам науки, образования и культуры, Совет Федерации, где этот вопрос будет также обсуждаться. Мы должны, ну вот как мы это понимаем, да, любую систему сломать всегда проще, чем построить какую-то новую. И если мы и говорим о том, что мы должны, мы сейчас слышим ведь и в средствах массовой информации, что вот какая хорошая была советская система образования, нужно вернуться к ней. Но мы же с вами понимаем, что потребитель, то есть абитуренты, студенты, это другие люди. Они выросли, воспитывались, учились в другой системе координат. И поэтому вот так вот вернуть все назад, это точно не получится. И, наверное, может быть и не надо этого делать, вот прям до основания все разрушить, да, и что-то новое строить. Система требует пересмотра, это очевидно. И в тех условиях, в которых мы сейчас оказываемся, мы понимаем, что вот акцент и министрам образования Фольковым, и государственными деятелями делается на том, что мы должны национальную систему развивать. Но это должно быть поэтапно, очень плавно, без лишних каких-то административных таких резких движений. В этом случае, конечно, мы будем говорить о том, что какие-то элементы мы можем и оставить из этой системы. Ну, самые большие-то претензии к двухуровневому образованию. Мы говорим о том, что бакалавры вроде как и недоспециалисты, да. Но если развить, например, идею магистратуры как продолжение профильного образования в бакалавриате, не как вот сейчас, я закончила, например, бакалавриат филологии, а потом вдруг решила экономистом быть. Я иду, поступаю, сдаю экзамен. Да, сейчас, да. Виталий Ильич, как я могу к вам на эконом-фак поступить? Дать вступительные испытания. Вот как раз в этом и вопрос. Проблема, да. Мы это понимаем. Если вернусь, Виталий Ильич, вы тогда, с лишним лет назад, вы забыли или против этого? Конечно, против. Почему? И сейчас тоже против. Но давайте я немного добавлю и с другой стороны подойду к этому вопросу. Инициатором этого процесса был Европейский Союз. Европейский Союз — это один рынок, это одно культурное пространство и одноценностная ориентация и так далее, как в свое время писал Владимир Ильич Ленин в Соединенные Штаты Европы. Соответственно, раз это одна территория, одно рыночное пространство, то, соответственно, у них должен быть и единый подход к образованию. Почему им это нужно? Потому что это такая же конкурентная борьба, образование — это такое же поле конкурентной борьбы, как промышленность, как сельское хозяйство и так далее и тому подобное. С кем конкурирует Европейский Союз? Конечно же, с Соединенными Штатами, скажем так, с американцами и, соответственно, с Китаем. Китай в последние 10-15 лет стал очень серьезным игроком на этом рынке и, соответственно, все больше и больше абитуриентов и молодых людей Китай привлекает к себе, потому что это всему миру интересно, что там происходит, как это они смогли, так за короткие сроки это все. Соответственно, это приводит к тому, что из Европы, из Старой Европы, то есть Старая Европа и образование Старой Европы и, соответственно, европейской ценности находятся под жестким конкурентным гнетом. И, соответственно, из-за этого, чтобы защитить свой рынок, защитить свои интересы, и была придумана эта система. Она неплохая, она хорошая. Но почему я ответил однозначно, что я был против? Дело в том, что я всегда исходил, исхожу из того, что Россия должна быть еще одним игроком, а не членом кого-либо или чего-либо, а должно быть самостоятельным игроком. У нас для этого было все. И, к сожалению, мы вот за эти 20 с лишним лет, вернее, 20 небольших, мы в 2003 году присоединились, мы многое потеряли, свое упустили. Но пока еще не забыто, пока есть люди, которые об этом помнят, пока еще есть носители этих ценностей, этой структуры нашего образования. Ну, конечно, наверное, на совершенно новом уровне, совершенно новыми целями, совершенно другими подходами мы должны возродить действительно российскую систему образования. Что касается вот этого развода, это, по-моему, хочу сказать телезрителям, что это обоюдный процесс, это и мы не хотим, это и Болонский процесс не хочет, чтобы мы там были в последнее время. Ну и, слава Богу, что мы разбежались по обоюдному согласию. Это очень-очень хорошо, потому что мы все равно не были полноценными членами этого Болонского процесса, потому что все равно наши выпускники должны были пройти на стрификацию. Но, с другой стороны, мы не могли оказывать серьезную конкурентную борьбу европейским вузам и выпускникам, потому что вот наш выпускник, приезжая в Германию или Великобританию, и там, если они там предлагали работу, они действительно предлагали лучшие условия, чем мы могли предложить своим здесь. Соответственно, это говорит о том, что был определенным образом переток образованного выпускника. То есть, получается, что мы еще один удар себе нанесли, вместо того, чтобы защитить свой рынок, мы открыли им дорогу, и они очень многие этим воспользовались. Это, конечно, для самого студента, наверное, неплохо, это очень хорошо, но у нас есть государственные интересы. Мы должны, прежде всего, думать о народном хозяйстве нашей страны и всячески должны придумать такие моменты и такие формы образования, что наш студент, наш выпускник должен остаться у нас. Ну и, конечно же, мы хотим или не хотим, чтобы мы это именно так сделали, должны подумать о том, как мотивировать выпускника, особенно талантливого выпускника, на то, чтобы они не туда старались уезжать, а оставались здесь. Для этого придется решить очень сложные комплексные задачи. Это действительно государственная задача, это действительно громадная задача, это задача не одного года. И мы с Еленой Николаевной обсуждали этот вопрос, пока мы шли сюда, и пришли к выводу, что только не через колено. Сейчас, вот сегодня приняли, завтра надо, как мы, кстати говоря, это сделали, когда вступали. Очень аккуратно, очень обдуманно, мы все возможные угрозы должны учесть, все возможные анализировать их, придумать механизмы, как их преодолеть, чтобы не нанести урон нашему образованию. Но все-таки вы меня запутали. Вы были резко против, но система хорошая. Так про и контра. Русский менталитет, он как бы всегда имеет место быть. То есть это история, что немцы хорошо, то русскому... Ну, они же, Европейский союз, да, плохо это, хорошо, мы не будем это обсуждать. Но что это единое интеграционное пространство, это очевидно. И что, собственно, даже вот несмотря на сегодняшнюю ситуацию, мы живем в глобальном мире, да, безусловно, вот те положительные посылы, которые дает баллонская система, они, в общем-то, помогают в рамках европейского. Но вот американцев козлить из нее как-то и... У них своя система образования. Вот я на ваш вопрос хочу ответить, добавить то, что Елена Николаевна сказала, для того, что как система баллонская, она очень хорошая, но для европейской системы, Европейского союза. Понимаете, там каждый студент мог... Хотите учиться в МГУ, учиться в ТВГУ, ТВГУ, в Баллоне, в Баллоне, там, значит, в Парижском университете, пожалуйста, в Парижском университете. А у нас? Да. Но мы так и не стали полностью членами этого союза. Это уже тоже обоюдный процесс. Где-то мы сами не захотели этого до конца адаптироваться к этой системе, и где-то Европейский союз не дал нам этого сделать. Дело в том, что... Ну, там свои проблемы. Дело в том, что мы не могли тоже полностью принять их ценности, их подходы. У нас были свои потребования. Вот все думали, что со временем это притрется, мы это все разрешим. А вы можете как преподаватель, вот мне телезрителям, вот какой-нибудь пример. Вот это мы так и не переняли. Ну, например, вот если сейчас не про Тверской госуниверситет, а вообще про систему образования. Вы знаете, очень хорошо, что медицинские вузы не перешли на эту двухуровневую систему. Они как готовили специалистов, так и готовят. Или если мы берем наши программы, есть так называемое приоритетное направление, одно из них безопасность. Поэтому компьютерная безопасность в Тверском госуниверситете никогда, как бы, и даже стандартов этих нет в нашем образовании. То есть, несмотря ни на что, вопреки всему, у нас были определенные стандарты, которые говорили о том, что есть вот те направления, где мы готовим только специалистов. И срок обучения там 5,5, 5,5 в медуниверситете 6 лет. И это, безусловно, положительным стало для развития медицинского образования, в частности, IT-образования. То есть, есть такие области знаний, которые, в общем-то, за 4 года навряд ли специалисты подготовишь. Я дополню, здесь, если я не ошибаюсь, где-то около 200 бакалаврских программ было в стране открыто, и чуть более 120 специалистов. Еще, видите ли, в чем дело. Мы все-таки работаем для своего рынка. Наш бизнес, наша экономика, наше народное хозяйство ждет наших выпускников. Но наша страна все равно не принимает до сих пор, все равно непонятно, что такое, кто такой бакалавр. Да, недоучка, как я очень часто слушал. Да, вот в лучшем случае говорят так. Это говорит о том, что все-таки мы работаем для народного хозяйства, мы работаем для органов власти, мы работаем для действительно общества. А общество это не принимает. Почему? А потому что им не совсем понятны эти ценности пока. За 20 лет так и не... Так и не поняли. Так и не поняли. Почему это все-таки, мне кажется, что здесь речь идет еще об устройстве этих институтов власти и бизнеса. Там бизнес и институты власти устроены по одному, у нас устроены по другому. Поэтому это и не происходит. Вот я качественно примерно приведу бизнес, так как это мне ближе. Допустим, они на Западе, в Западной Европе, они не хотят узкого специалиста. Они хотят достаточно умного человека, который имеет представление об общеобразовательных моментах. А вот что касается уже того вот именно конкретного и узкого, они этого научат у себя. У всех там есть свои учебные центры. У всех. В отличие от нас... Это сакраментальную фразу. Приходит человек на работу, забудь все то, чему тебя учили в ВУЗе. Это еще и советский. Да, да, обычно есть. Болоска в системе не имеет отношения. Это отчасти правильно. Это касается именно конкретных навыков и умений. Ну, конечно, не образование как такового надо забыть, а именно конкретного. Потому что ни один ВУЗ в России не обладает такой практической лабораторной базой, которая имеется на производстве. Поэтому, хотим или не хотим, на производство их надо довезти. Там любая фирма этим занимается. А у нас нет. У нас бизнес говорит, нам нужен уже готовый. Дайте, не готовый. Вот у меня вот этот специалист нужен. Дайте мне именно вот этого. А этого не дадим, потому что мы не знаем у него какая специфика. Соответственно, а бизнес тратить, чтобы у себя были образовательные центры, они этого уже не хотят. И это от нас ушло. В советское время это было. От нас это ушло. Поэтому вот не только образование здесь что-то недоделивает, но и бизнес тоже недоделивает в этом плане. И бизнес очень неохотно в образование вкладывает деньги. А должен? Должен, конечно. Ну вот я бизнесмен, Давид Ильич. У меня там вот столы делаю на фабрике. Все должен тратиться на... Я и так плачу налоги. А кто обеспечит вас? Вы должны создать у себя учебный центр и под свое производство дальше готовить... Вот именно. Вот этот узкий набор навыков, которые нужны, надо у себя доводить. Это можно не учебными центрам. Это можно наставничеством сделать. Это можно по каким-то другим подходам сделать. Но фирма, современное предприятие должен нацелить на то, что он все равно должен адаптировать любого студента, любого выпускника под свои цели. Крупные у нас госкорпорации, банки, они сейчас этим занимаются. Но это, к сожалению, только последние 10 лет об этом стали говорить. До этого мало кто этим занимался. Ну и, наверное, здесь еще нужно говорить о том, что, безусловно, на уровне правительства поставлена задача. И мы сейчас везде уже заявили о том, что мы намерены выйти из этой системы. Безусловно, есть такие программы, где, может быть, которые могут остаться бакалаврами, я не знаю, в сфере сервиса и туризма, например. Такого у нас и не учат на высшем уровне. Учат. Почему? У нас и туризм есть, и сервис есть. Мы готовим специалистов для гостиничного бизнеса, мы готовим специалистов для туристических фирм, дипломированных специалистов, бакалавров. Может быть, вот здесь, вот в этой сфере, можно немножко отодвинуть этот процесс или вообще как-то пересмотреть, очень тонко к нему подойти. То есть, безусловно, есть такие группы направлений, где, собственно, та двухуровневая система, которая сложилась, она дает свои результаты и может быть применима в том числе и в России. Мы затронули коллеги очень важный вопрос. Вот, Ирина Николаевна, спасибо вам за то, что подняли этот вопрос. Мы хорошо помним. Я, Ирина Николаевна, мои коллеги хорошо помнят, как мы переходили. Как такового, такого всеобщего обсуждения и не было. Или это было только сугубо формально. Было принято решение. Значит, да, дали нам определенную возможность подумать. Но лично я, например, до последнего оставался в специалитете. После того, когда уже нельзя было, все, пришлось в 2011 году, пришлось перейти на бакалавриат. Потому что я действительно считаю, что для нас, для нашей страны, ментально-исторически это гораздо лучше, чем баллонская программа. Потому что у нас, что не говорит, но ментальность с Европейским Союзом другое. Это надо, это наоборот, наш плюс, это надо сохранить. И тогда я помню, что, да, для того, чтобы перейти на бакалаврскую систему, на двухуровневую систему, безусловно, правительством выделялись огромные деньги в виде субсидий, в виде грантов, в основном грантов. Какие-то там аффилированные люди выигрывали эти гранты. Соответственно, они всячески призывали, им уступали место в газетах, на телевидении. Им давали право принимать решения. И те, которые возражали, их голоса вообще не звучали. Или звучали очень бледно. Или на них просто не модно было на них обращать внимание. А вот сейчас как раз чего боюсь я. Как раз чего боюсь. Об этом уже Николаевна сказала. Сейчас, чтобы не было то же самое. Что, вот, министр приняли решение, правительство приняли решение. Вот, завтра все переходим обратно куда-нибудь. Вот, куда, во-первых, это должно быть очень хорошо обсуждаться. Действительно, что это может быть. Многие сейчас говорят, может обратно к специалитету вернуться. Ну, где-то оправдано надо вернуться. А где-то неоправдано может и не надо. Чтобы, то есть, вот, наше движение, вообще-то, всегда не по прямой идем, а всегда как-то зигзагообразно идем. Соответственно, мы удлиняем по времени и растягиваем это сомнительное удовольствие, пока мы дойдем до этой цели. Когда другие уже давно, давно, как бы, пошли вперед. Поэтому чрезвычайно тщательно надо это обдумать. Чрезвычайно тщательно надо взвесить все. Потому что перейти, это что означает? Это означает, что надо переделать не просто стандарт, надо переделать учебные планы, надо переделать рабочие программы, надо переделать фонды оценочных знаний. А это что значит? Представьте себе, когда совсем свежо у преподавателей, вот это воспоминание, как мы со слезами переходили, и вдруг обратно, просто они этого не выдержат, как говорится. Но у нас других специалистов нет. А еще один вопрос, который иногда остается за кадром. Вот если сравнить советскую систему образования и сегодняшнюю систему образования, или то, что нам предстоит сделать. Конечно, их сравнивать нельзя. Конечно, это должно быть что-то немного новое. Определенные принципы надо использовать. Но один из главных принципов, которых мы должны туда заложить, о двух из них я скажу. Первое. Уровень вознаграждения при советской системе образования был гораздо выше, чем сейчас. Преподавательского состава. Преподавательского состава. Вот это должно сохраняться. Тогда преподаватель вуза и вообще любой преподаватель, начиная со школы, это было почетно. Это был действительно человек, который получал достойную оплату труда. Допустим, не всем может известно, но кандидат наук тогда получал 300-320 рублей, тогда как средняя зарплата в стране была 100-120 рублей, то есть 140 рублей. Соответственно, это означает, что эти люди ценились. Ценились, потому что они повышали свою квалификацию, писали диссертации, защищали свои диссертации со слезами на глазах и кровью. Это общество ценило. Я уже не говорю о доктору и профессору, чья зарплата доходила до 500 рублей. Если сейчас сравнить, то мы очень сильно скатились назад, и поэтому и уровень учебного образования в обществе немного упала, и, соответственно, самоудовлетворенность работника в высшей школе тоже оставляет желать лучшего. Этот вопрос надо обязательным образом учесть в новых подходах. И второе, все-таки советская, сейчас российская ментальность такова, что государство больше участия должно принимать в образовательном процессе через более широкое выделение бюджетных мест. Вроде сейчас бюджетных мест меньше не становится, но явно наблюдаем перекос. Безусловно, сейчас государство хочет, чтобы было больше инженерных работников, математиков, но вот на такие направления, как экономика и, допустим, юриспруденция, почти что бюджетных мест нет. А если посмотреть количество желающих, наоборот, к нам желающих гораздо больше, чем в этих направлениях. Это почему? Это тут словами ничего не решишь. Если есть потребность в этих специалистах, сам специалист выберет, куда идти. Для этого нужна мощная, хорошая, развитая экономика, хорошая развитая, чтобы были заводы. В заводах нужны химики, в заводах нужны физики, математики. А если экономика их не воспринимает, то, соответственно, и спроса не будет. И наоборот, чтобы получить бюджетное образование, допустим, экономисту и управленцу, сейчас почти невозможно, потому что нет. Поэтому они уезжают из региона. Они уезжают в Москву, они уезжают в Питер, там, где есть бюджетные места. То есть получается, что хорошие, талантливые ребята уезжают из региона. Это тоже, кстати, один из важных вопросов. И к чему это я все говорю? К тому, что если бы было бы четкое выделение больше бюджетных мест, но при этом специальная оговорка или специальный договор между студентом и, соответственно, государством, что если ты поступаешь на бюджетное место, ты обязываешься, то есть ты учишься за счет государства, ты обязываешься потом, после окончания, остаться в этом регионе хотя бы 3-5 лет. То есть вы за распределение советское? Советское распределение, да. Потому что, понимаете, вот сейчас выпускник, допустим, института экономики и управления, я как пример возьму, они учатся за свой счет. И они говорят, я куда хочу, туда и пойду. Это логично. Это логично. Но, с другой стороны, у нас есть огромное количество запросов, допустим, из органов власти, в разных министерствах. Я их требования не могу удовлетворить, потому что нет уже студентов, выпускников, которые бы хотели уйти. А вот тогда государство-то вам не до... А вот как раз... Не нужны сотрудники. Соответственно, вот тебе 50 бюджетных мест. Об этом я и кричу. Об этом я и говорю. А почему лучше поменять государство тогда? Почему так? Если нужны. Если нужны, тогда давайте сотрудничать. Я думаю, что студент, выпускник, прекрасно понимая это все, он готов отработать. И потом, я уверен, что больше половины там и останутся, и продолжат работу. Потом, им тоже надо пересмотреть, потому что на начальных этапах заработная плата в том же самом министерствах такое, что ни один выпускник туда не хочет идти, потому что, допустим, тот же самый маркетолог или бухгалтер знает, его рыночная цена раза 3-4 больше. Поэтому он пойдет туда, там, где платят больше. То есть, вот эти нюансы. Я их сейчас нескольких проблем поднял. Вот системно надо решать эти вопросы. Системно. А если я за свой счет получаю образование, извините, я свои деньги трачу, я куда хочу, туда и пойду. Здесь мы должны понимать, вот сейчас вот с высокой трибуны лидеры, которые, так скажем, косвенно имеют отношение к образованию, сейчас очень много таких идей, очень громких высказывают. Но мы должны понимать, что образовательная среда это такая, ну, несколько консервативная история. И поэтому здесь вот такие жесткие меры, они не дадут положительного результата. И второе. Опять же, вот мы сейчас из средств массовой информации слышим, журналисты народ активно, они кого только не опрашивают, все слои, так скажем, да. И обыватели, в хорошем смысле слова-то назову, да, ключ отвернемся к советской системе. Чиновники говорят, что надо смотреть на национальные интересы, исходить из национальных интересов. Но возникает вопрос, а в чем эти национальные интересы? Вот сегодня. Поэтому сначала нужно четко определить национальные интересы в области образования, а дальше перестраивать эту самую систему. Потому что, если мы, ну, как бы, конечного пункта в этом движении не обозначим, ну, сломаем. Нам надо четкое техническое задание. Нет, ну, по идее, все просто. Какие национальные интересы обучить в течение пяти лет? Грамотного бухгалтера, физрука, если для школы преподавателя истории, экономиста, так далее. А что значит грамотного? Вот какие компетенции в нем нужно в первую очередь сформировать? Понимаете? Вот это. Слово грамотно, там, специалиста, красивые слова, но за ними должны стоять конкретные шаги, да. Какого специалиста я? Какую компетенцию? Какие задачи? Какие задачи? Какие? Нет. Какие задачи должен урожать медик, к примеру? Нет, подождите. Или инженер? Подождите. Мы, например, говорим о том, что одна из приоритетных задач оборонная промышленность. Тогда вот это одни компетенции. Вот тогда это специалитет, например, да. Еще какие приоритетные задачи? Понимаете? Мы, конечно, скажем, что образование это наиглавнейшая, так скажем, национальная идея. Но все же вот эти приоритеты должны быть очень четко определены. Хороший специалист это ни о чем. Вот какой это хороший специалист? Вот в бизнес какой нужен специалист? И эти компетенции нужно вот от них отталкиваться, чтобы выстраивать новые образовательные стандарты. Абсолютно согласен. И хочу продолжить эту идею. Дело в том, что еще очень многое зависит от личности, от человека. Образование это можно дать, но как он это все реализует на практике? И здесь еще один вопрос хочу затронуть, уважаемые коллеги. И начну с того, что я очень бы хотел, чтобы те люди на уровне государства, которые принимали участие в переходе на двухуровневую систему, когда переходили, чтобы их сейчас к разработке новых стандартов и подходов уже не допускали. Я хотел бы, чтобы там были новые люди, которые наоборот из того другого лагеря, которые были против тогда перехода на баллонскую систему. Это раз. Во-вторых, если посмотрят, психологи об этом сразу со мной согласятся, я уверен, степень зрелости выпускника сегодняшнего и, допустим, 20-30 летной давности. Сразу могу сказать, что сегодняшний выпускник это еще ребенок, которого надо вести вот за руку. Мне кажется, это вообще, я относился, неважно, как все молодого поколения, неважно, он выпускник в ВУЗе или там, условно говоря, просто... Взрослетку уже даже. Да, это что? Вот как раз я к этому и веду. Дело не в ВУЗе, мне кажется. Нет, нет, нет. Но они со школы выходят такие, да, совершенные. Вот действительно, раньше 17 лет. Какая проблема? Я во Восток поеду, там поступлю. Я там поеду, там поступлю. Это фраза Гайдара Полков, 16 лет команды. Ну вот, ну вот. А сейчас, посмотрите, 17-летний, это вообще ребенок, большой взрослый ребенок, которого надо действительно за руку вести. Это я к чему, что я сейчас сторонник того, что выпускник, пока он сформируется, пока он из него человек выйдет, это все в 3-4 года не уложишь. Вот должно быть, действительно, образование должно быть где-то вот 5, может даже и 6 лет. Да. На самом деле. Потому что, видите ли, в чем дело, хотим или не хотим, но продолжительность жизни растет. Соответственно, и здесь тоже. Вот специалисты, которые работают в гуманитарных ресурсах, изучают гуманитарные ресурсы, ай-черк технологии, они уже серьезно говорят о том, что вот эти этапы, которые раньше было там, и у нас отрочество, значит, периоды, это уже не работает. Вот сейчас 60 человек, человек не старик, 60 человек еще... Сейчас официально 40 лет, это еще молодежь. Да, это еще молодежь. Видите, если там мы перешли к этому, совершенно правильно, вот благодарю за то, что напомнили, раньше было до 35, сейчас до 40. А это же им тоже относится. Они же не могут... Вот это надо учесть. Поэтому я и хочу, что со всех сторон, с привлечением разных специалистов, новые подходы. Если мы правильно заложим эти основы в этих программах, то и, соответственно, результат тоже будет правильным. Нельзя ошибаться, нельзя сейчас через колено ломать, нельзя там к очередному съезду переходить к очередной дате. Это надо очень тщательно. Но направление правильное у нас должно быть. Я уверен, что Россия должна позволить себе иметь свою собственную систему образования, которая решает, прежде всего, те задачи, которые стоят перед народным хозяйством в нашей стране. А это зависит от размеров нашей страны? Ну и вообще ее значение, скажем так, на первом уровне. То есть, если бы мы были не Россией, а, я не знаю, там, Молдавией, условно говоря, это зависит и от размеров, безусловно, это зависит от истории, военно-политического веса, и это зависит от будущих целей. Если мы хотим самостоятельными быть, у нас должно быть все самостоятельно и все свое. Дело в том, что сейчас есть в мире настолько много профессий, которых мы не готовим. Например? Ну, это то же самое в информационных технологиях, в той же самой журналистике появились такие новые профессии, которых мы не готовим. Узкие направления, допустим, это касается инженерных работ, это касается системы навигации и так далее, которых мы не готовим. Это как раз катастрофа. Мы для того, что их может быть в стране нужно всего 100 единиц, но их мы должны тоже готовить. Иначе мы идем по колонам другим. Обменяться знаниями это неплохо, но, как показывает практика, надо быть самостоятельным, надо быть в этом плане, самодостаточным, надо развивать свое, надо вкладывать деньги в свое образование, в свою науку. О чем, кстати говоря, в последнее время тоже стали забывать. Более серьезно надо относиться к образованию и науке, чем до этого относились. Вроде, когда смотрим, отчитывается, что общий объем выделенных средств возрастает, но это как бы особой погоды все равно не делает. Надо другой подход, чтобы преподаватель, ученый должен на себе почувствовать улучшение. Мы на себя чувствуем, мне показалось, коллеги, наш эфир подошел к концу, мы сегодня говорили о том, стоит ли России выходить из баллонской системы, вот как вы слышали, вы, как сказали наши уважаемые гости, не нужно просто никаких резких шагов, не нужно вот этого нашего советского до основания, а затем есть не плюс, есть минус, соответственно, может даже если из него, если надо выйти, то, во-первых, не резко, а во-вторых, оставив что-то хорошее, что наработано за эти годы. Спасибо большое, уважаемые гости, была программа, тема дня, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин